Партнер программы «Сеть детских клубов» «Ети и дети». Ребята, здравствуйте! Вы, наверное, удивлены, что сегодня я осталась одна в стране безопасности. Я вам сейчас объясню, почему. Мы решили отобрать среди всех ребят, которые уже успели побывать у нас, самых сильных, и отправить их на новое, более серьезное испытание. И сейчас самое время познакомить вас с первыми участниками летнего клубка страны безопасности. Тем более, что они уже готовы выйти с нами на связь. Внимание на экран! Света, привет! Привет, ребята! Я очень рада новой встрече с вами. Ребята, вы оказались в числе самых сильных участников прошлых игр в стране безопасности. И поэтому мы решили отправить вас на более серьезные и суровые испытания. Вы к ним готовы? Да, готовы! Света, привет! Света, привет! Здравствуйте! 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 Я приглашаю всех вас отправиться в путешествие по квартире. Скучно и неинтересно, скажете вы? А вот и нет. Предлагаю начать с кухни. Для меня это самое любимое место в квартире, потому что здесь есть холодильник со всякими вкусностями и плита, на которой готовятся ароматные булочки. Я, например, я, например, очень люблю покушать, но кухня не только самое замечательное место в квартире, но и одно из самых опасных. Внимание! 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 Вы можете засыпать к�ун, стиральным порошком или землей из цветочного горшка? Внимание! Цветок, конечно, жаль, но последствия от пожара могут быть гораздо серьёзнее. Наше путешествие по квартире продолжается, и мы отправляемся в жилую комнату. А какие опасности могут подстерегать нас здесь? Давайте внимательно посмотрим вокруг. Что мы видим? Обогреватель, утюг, музыкальный центр, компьютер, синтезатор и телевизор. Как одним словом назвать все эти предметы? Правильно, электроприборы. А разве они могут быть опасны? Если правильно ими пользоваться, то служить они будут верой и правдой. А если нет, то может случиться беда. Давайте все вместе запомним самые простые правила, чтобы электроприборы в квартире были нашими верными друзьями. Внимание! Запомни и напомни своим родителям, что опасно. Включать одновременно в одну розетку несколько электрических приборов. Например, лампу, обогреватель и утюг. Оставлять электрические приборы включенными, когда вы уходите из дома. Пользоваться неисправными электроприборами, от которых, например, пахнет горящей пластмассой или идет дым. Итак, что нужно делать, если электрический прибор по какой-то причине все же загорелся? Например, кто-то забыл выключить утюг и оставил его на гладильной доске. Ты заходишь в комнату и видишь, что он горит. Что делать? Внимание! Если загорелся электрический прибор, ни в коем случае не заливай его водой. Это смертельно опасно. Если получится, постарайся быстро выдернуть шнур из розетки. После чего на горящий утюг набрось плотную ткань, одеяло, покрывало или даже пальто. Тогда огонь погаснет. Если справиться с огнем не удалось, не теряй времени. Жизнь дороже. Спасайся. Немедленно убегай на улицу. Сразу же сообщи о пожаре взрослым и вызови спасателей по телефонам 101 или 112. Уходя из квартиры, не закрывай дверь на ключ. Просто плотно ее прикрой. И запомни, что нельзя делать при пожаре. Прятаться в шкафах, под кроватью и других комнатах. Пытаться тушить пламя самостоятельно, если огонь больше футбольного мяча. А еще, друзья, я советую вам сделать напоминалку с номерами телефонов службы спасения 101 и 112 и телефонами родителей. Положите этот лист на видном месте. Если вдруг возникнет опасная ситуация и вы растеряетесь, напоминалка вам поможет. Я уверен, ребята, что вы запомнили, как правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях. И прежде чем пойти на улицу, давайте проверим еще раз. Выключена ли газовая плита? Отключены ли электроприборы? Закрыты ли краны с водой? Вот теперь мы точно можем спокойно идти на прогулку. Ну что, ребята, вам понравился фильм? Да! Теперь посмотрим, как вы усвоили советы спасайки и проведем первое испытание. Как я уже вам и сообщала, впереди вас ждет 9 вопросов. По результатам тестирования мы узнаем, кто стал победителем в наш первый испытательный день. Готовы? Да! Ну что, ребята, Юлия, Арсений, приступаем? Да! Да! Начинаем! Ну что, ребята, а теперь посмотрим правильные ответы, возможные ошибки. Которые вы допустили, Юлечка. У тебя был вопрос. Ты почувствовал запах газа, твои действия. Итак, правильный ответ должен был быть. Отключу газ, открою окно, выйду из квартиры и вызову взрослых. Что ты будешь делать, если загорится электроприбор? Правильный ответ. Выйду из квартиры, сообщу взрослым. Перед выходом по возможности постараюсь вытащить шнур электроприбора из розетки. Ты запомнила? И третья ошибочка. Нужно ли поддерживать порядок в комнате? Нужно, ведь это необходимо для обеспечения безопасности. Теперь рассмотрим, какие ошибки допустил твой соперник Арсений. Арсений, у тебя сегодня всего лишь один неправильный ответ. Давай разберем возможную твою ошибку. Нужно ли поддерживать порядок в комнате? Тот же вопрос. И правильный ответ на него все тот же. Нужно, ведь это необходимо для обеспечения безопасности. Ты со мной согласен? Так и будем поступать. Ну что ж, ребята, мы подвели сегодняшние итоги первого испытательного дня. Да. Устали? Да. Ну ничего, отдыхайте, набирайте сил. Пока что прощаемся с телезрителями. До завтрашнего дня. Пока. Пока-пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»